Приветствую вас! Во-первых, хочется сказать, что вам не помешало бы изучить тему созависимости. Потому что очень похоже на то, что от своей жены вы зависимы через чур. Так, по крайней мере, мне показалось по вашему тексту, вот, исходя из вашего текста, вот, и так далее. Это первое, изучить тему созависимости, посмотреть, что это такое, вот, и, соответственно, если это совпадает с тем, что чувствуете вы, и с тем, что вы сейчас, ну, переживаете, вот, то с этим можно и нужно будет работать. Дальше. Следующий момент. Непонятно, кто из вас болен, да, то есть, вы или жена, или вы оба. Непонятно, чем вы больны. Потому что психологи, вообще-то, болезнями не занимаются. Психологи даже медицинского образования не имеют. Психолог, это человек, который работает с психологическими проблемами и помогает найти выход из тяжелой жизненной ситуации. Но это не человек, который работает именно с болезнями. Для болезни есть психотерапевты, клинические психологи и психиатры, вот. К ним вам нужно обращаться, ну, к психиатрам и к клиническим психологам, если вы живете в России. Это второй момент. Дальше. Есть выбор вашей жены, который гласит, что, соответственно, никаких психологов, да? Психологов нет, психологи это все шарлатаны там и так далее. Мне психологи не нужны. Это окей. Это ее выбор. Это ее право. Дело здесь немножко в другом. Дело здесь в том, как вы реагируете на ее поведение. То есть, понимаете, какая история? Если, если она не хочет заниматься с психологом, работать с ним, то она и не захочет. Она и не захочет, если вы не будете реагировать на ее поведение. Она и не доходит, если вы не выведите ее из зоны комфорта, в котором она сейчас пребывает, в которой она сейчас пребывает. То есть, только через выход из зоны комфорта, из вывода, через вывод из зоны комфорта вашей жены можно рассчитывать, и что-то поменять. В противном случае она так и будет думать, так и будет действовать, потому что резона ей что-либо менять нет и не будет. Никакого. Вообще. Ну и соответственно, ваше здоровье, это ваша ответственность, то есть от жены, это не должно зависеть. И если у вас есть определенные проблемы, вы считаете, что они есть, то вне зависимости от того, что делает ваша жена и что она считает, вам нужно самому взять заботу о вашем здоровье в свои руки. И тогда, тогда ситуация наследно налаживаться, а вслед за вами и жена возможно тоже подтянется. А так получается, что вы перекидываете друг другу ответственность за то, что вы делаете. И хорошего ничего не происходит. Ну, по итогу. Поэтому я думаю, что вам можно ответить на ваш вопрос именно так. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...